Трудные места Священного Писания с библейским порталом Экзегет. Сейчас будет вопрос 18+, так что убирайте детей от экранов. Вопрос пришел от одного из наших зрителей. Кто такие Малакии? Даже не от одного, от нескольких. В 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стихе есть перечень людей, которые не наследуют Царство Божие. Синодальный перевод. Или вы не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни Малакии, вот эти загадочные, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни здоречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. Как мы видим, это слово даже не перевели с греческого. По-гречески это Малакой. Ну, только окончание немножко другое, потому что грамматика другая в русском, чем в греческом. И вот кто это такие? Ну, есть три основных версии. Потому что слово Малакос по-гречески означает мягкий, нежный, изнеженный, изысканный. Вот есть и хорошие, и плохие у него коннотации, просто нейтральные. И это в том числе обозначение пассивных гомосексуалистов. Ну, такие они, мягкие, изнеженные, да, поэтому такое название. Это одна версия. Другая версия, она проистекает из основного значения этого слова. Такие люди мягко утонченные, такие, знаете ли, убирается всякая сексуальная отсюда составляющая, такие, знаете ли, вот прямо аж не тронь его, он рассыпется. Ну, это как-то слабо звучит, потому что все остальное – это конкретные действия. Да, воры, лихаимцы, пьяницы – это не просто люди с какими-то там склонностями, особенностями. Это люди, которые действия определенные совершают, причем совершают их привычные, это стиль их поведения. И вдруг эта мягкость, изнеженность, ну, что в ней плохого? Нет, конечно, это бывает очень противно, когда с человеком вообще ни о чем не можешь поговорить, потому что он все время такой расплывается, как медуза, да. Но это все-таки не действие. Ну, и третий вариант, который появился, судя по всему, позднее – это мастурбация, имеется в виду, то есть те люди, которые сами себя удовлетворяют сексуально. А, честно сказать, я не знаю, откуда этот вариант взялся. Возможно, потому что надо было как-то уйти от следующей ситуации. Здесь есть по-гречески «малакой» арсенокойты, причем они идут рядом, да. Арсенокойты – это буквально мужеложники, то есть те, которые… Мужчины, которые спят с другими мужчинами, и должно же «малакой» обозначать что-то другое, да. Да, но дело в том, что… И поэтому, видимо, взяли идею мастурбации, то есть, ну, к тому же, это такая как бы нежная форма самоудовлетворения, и можно ее сюда пристегнуть, но вот в языке древнегреческом такого значения этого слова нет. Возможно, в более поздние времена появилось, но я боюсь, что это развитие такое, как бы, ну, вот еще одну форму недостойного сексуального поведения вот сюда вписали. Вот, но смотрите, дело в том, что в античной Греции и Риме, кстати, тоже вообще гомосексуализм был разновидностью нормы, ну, примерно так, как в современном советском обществе. Но довольно сильно различался активный и пассивный, а при этом пассивный, ну, на него смотрели все-таки сверху вниз. Тем более, что в пассивной роли очень часто выступали люди-подчиненные, рабы, прежде всего, на их общине никто не спрашивал, хотят или не хотят. Ну, или там, скажем, на военной службе, ну, понятно, что там, где очень много мужчин молодых, и они долго проводят время друг с другом безо всяких женщин, естественно, это стимулирует подобное настроение, и, как правило, это зависело от субординации. То есть, младший и по званию, и по возрасту человек становился пассивным не по своему даже выбору, а потому что вот его командир, его полководец, допустим, его к этому принуждал, да. И, в общем, это не особенно осуждалось, это была такая форма, ну, как, я не знаю, как дедовщина там советской армии. То есть, это что такое, что, ну, со всеми бывает, да, просто надо потерпеть, и потом сам сможешь подобным образом себя порадовать. Вот. И тогда у нас получается, что как раз для древнего грека носителя древнегреческого языка молокои как пассивный и арсенокоитый как активный – это разные вещи. И, смотрите, вот к современной такой тюремно-уголовной пацанской такой культуре тоже ведь очень сильно различаются. Активный гомосексуализм обычно не порицается в этой культуре. А пассивный – это вообще самое страшное, что может произойти с мужчиной, да. И вот там на зонах для таких людей прямо особое все там. С ними вообще нельзя там из одной посуды есть и все такое прочее. Но только с пассивными. С активными – это почему бы нет? Ну, потому что та же самая идея власти, да, доминирования, она в том числе и вот так выражается. Поэтому, очевидно, для какого-то количества людей сказать просто мужчины, которые спят с мужчинами, недостаточно. Важно сказать, те с одной стороны и те с другой стороны в одинаковой степени. Вот, кстати, интересно, что здесь нет этой пацанской, да, этики, вот если я крутой, если я сильный, я всех нагибаю, я молодец, а если меня нагнули, то это кошмар и я в ужасе. Нет, абсолютно одинаково. И мы можем сказать, что есть тоже такие, ну, похожие слова. Там, допустим, у нас есть воры или хаимцы, да, они совсем дальше идут рядом. И даже там еще, если по синодальному, хищники еще идут. В общем, разница между вором или хаимцем и хищником. Ну, она существует, конечно, это не одно и то же, но смысл примерно то, что человек лишнее себе стремится приобрести либо с помощью тайных операций вор, либо с помощью насилия прямого грабежа, хищники, да, но смысл примерно один тот же. Лихаимцы, те, кто берет лишнее, там, может быть, в результате каких-то торгово-кредитных операций. Ну, смысл один тот же, те, кто обогащаются за счет других людей. Вот, то есть, если вы хотите вот такой прямой лобовой ответ, кто такие молоко, это пассивные гомосексуалисты. Мой перевод этого стиха, я же предупреждал, что 18+. Не обманывайте себя ни развратники, ни долопоклонники, ни распутники, ни гомосексуалисты, ложись они снизу или сверху. То есть вот эти две категории. Ни воры, ни хапуги, ни пьяницы, ни клеветники, ни грабители не имеют доли в Царстве Божьем. Но одновременно я предлагаю вам задуматься, а почему так многих клинит на вот этой сексуальной ориентации? Да, ее совершенно четко Новый Завет запрещает. Кстати, только мужчинам. О женщинах упоминается в послании к Римлянам крайне неодобрительно, но вот такого прямого запрета на женщин, которые спят с женщинами, здесь нет. Может, потому что эти тексты были обращены прежде всего к мужчинам и говорится о том, что для них актуально. Но сейчас я даже не об этом. Почему так много людей, вот просто их заклинило на этой сексуальной ориентации, они на все на это смотрят. Смотрите, тут воры, хапуги, клеветники в одном списке с ними. Клеветники, между прочим, те, кто рассказывают неправду про других людей. Эти загадочные хапуги или лихаимцы, те, кто используют любую возможность копеечку с ближнего своего содрать. И вы знаете, как-то люди очень простительно относятся к этим грехам, их оправдывают, объясняют всем, надо жить, надо вертеться, как бы, ну и вообще, что тут такого плохого, да? А вот если они слышат про какие-то сексуальные такие практики, то вот тут прямо кошмар, тут прямо разврат видится и что-то такое. Но Павел в первом послании к Коринфянам их вставляет в середину довольно длинного списка и не выделяет как основных каких-то деятелей. Вообще этот список крайне неполон. Здесь убийц, например, нет. Вряд ли кто-то скажет, а, убивать можно, да, это ерунда, раз Павел не указал. Конечно, есть прямая заповедь. Ну и многие другие вещи, как там колдовство, которое тогда понималось, конечно же, как прямой отказ от Бога ради прямых отношений с какими-то духовными силами. Вот это все здесь в списке отсутствует. То есть Павел не дает исчерпывающего списка грехов, которые не дают войти человеку в Царство Божье. Напомню, что здесь не входят они, а наследуют его, или я бы перевел, не имею доли, да, то есть Царство Божье не их, они не имеют к нему отношения. И это не вопрос, отдай нам, пожалуйста, Павел, списочек того, чего нельзя, да, он его не дает, список явно не полон. А это скорее, смотрите, вот человек не может остаться в состоянии греховной страсти и унаследовать Царство Божье. Он должен от нее избавиться. Какая греховная страсть, неважно, любая. И дальше он дает, ну, такой примерный список. И может быть, как раз то, что оно подоминает отдельно активных и пассивных гомосексуалистов, показывает, что неважно в какой роли, да, вот может быть в той культуре и во многих других культурах, включая современную такую русскую тюремную, да, и околотюремную, это огромная разница. Павел говорит, нет никакой разницы. Вот, вы можете еще задать вопрос, в современном мире все-таки гомосексуализм, ну, считается личным делом каждого, да. Понятно, что где-то относятся более, где-то менее спокойно к этому вопросу, но почему вот Павел так против него настроен, тем более, если в греко-римском мире это было вполне принято. Ну, ответ довольно стандартный, потому что он все-таки следует в библейской традиции, связанной с Ветхим Заветом, в которой единство женщины и мужчины в браке – это вот то, как сотворил их Бог, да. А все, что противоречит этому супружеские измены, в том числе, да, которые в сегодняшнем мире вообще, как бы никто даже не спорит, личное дело каждого. Ну, кому-то неприятно, кто-то там возражает против этого, но это свободный выбор людей, которые в эти отношения вступают, они, вот это такая перемена ролей, да, когда мужчина с мужчинами, женщина с женщинами, но в силу того, что мужчины в древнем обществе гораздо чаще выступают как те, кто принимает решения, как те, кто вступают именно в отношения. Женщины очень часто в древнем обществе, ее там выдают замуж и особенно не спрашивают, там, хочет она, не хочет, за кого. Вот, то поэтому именно на мужском такой сильный акцент. Но для Павла совершенно точно, то, что нарушает изначальный божественный замысел, то не наследует Царство Божие, поэтому они здесь оказываются в этом списке. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...